Я когда слышала проповедь одного проповедника, на 8 марта, кстати, он говорил такую фразу, «Женщина рождена являть Бога кротким и смиренным духом». То есть это предназначение женщины – являть Бога кротким и смиренным духом. Вот таким образом, мне кажется, вы помогаете мужчине, своему мужчине, будущему мужу, или мужчинам окружающим, становиться на ступеньку выше, что ли. Знаете, у меня была такая ситуация, когда я была лидером молодежного служения, и я подсчитала количество братьев и количество сестер, и я увидела, что на одного брата 5 сестер незамужних, на одного неженатого 5 незамужних сестер. И я начала думать, боже мой, за кого же девушкам выходить замуж? У них время идет, а мужчин не появляется. И мы начали изучать эту тему вообще, как общаться с мужчиной. Мы начали молиться за мужчин. И мы поняли, даже когда после таких тщательных молитв, мы 2 года каждую неделю собирались, молились, мы видели, что мужчины начинают каяться, что на ночных мужчин становится больше, что в церковь начинают приходить новые молодые люди, мужчины. Но они почему-то не оставались в церкви. И мы начали размышлять и молиться, и Бог нам сказал, что женщинам бывает, мужчинам некомфортно в церкви. Почему? Потому что им нужно вот эту атмосферу почитания дать. Дать понять, что они нужны, они важны, они могут. И мы тщательно так начали изучать этот вопрос, и начали говорить и размышлять, и работать над формированием смиренного и круткого духа. Уметь правильно общаться с мужчинами, давая ему честь, да, уметь правильно себя вести, не бежать вперед паровозом и так далее. Следующее качество мудрой жены, скажем так, мудрой девушки, это быть помощницей. Помощница в переводе означает помощь, которая всегда рядом. И женщина, которая является помощницей своему мужу, она вселяет в него уверенность. То есть функция помощницы, вселить уверенность в мужчину, в мужа, в том, что у него все получится, в том, в то, что он сможет. То есть не не лишать его этой уверенности, не забирать все в свои руки, да, а наоборот, вселять уверенность. Вот бывает женщинам это сделать, ну, очень сложно. Но в силу разных причин, мы там стали сильными, мы были вынуждены брать ответственность на себя. Но если вы хотите быть счастливы и иметь этот путь к сердцу мужчины, то вам нужно необходимо научиться почитать мужчин. Если вы, ну, если вы сильная женщина, если вы, вот реально всегда приходилось вам брать ответственность, да, и вы вокруг себя видели, ну, не видели примера достойных мужчин, начните просто развивать в себе слабость, начните развивать в себе какие-то женские качества, научитесь просить мужчину о помощи, вот, научитесь им доверять, в конце концов. Пусть они лажают вначале, но вы научитесь, главное, вы сформируете в себе какие-то вот эти женские качества, которые способны притянуть настоящего мужчину. Представьте себе ситуацию, да, там, я часто тоже привожу пример. Если вы носили вдвоем какую-нибудь тяжелую сумку, да, вот, бывает, несут два человека тяжелую сумку. Один с одной стороны взял, другой с другой стороны взял. на ком больше тяжести, да, который, кто больше, ну, на себя берет тяжесть, тот, который выше поднимает, в свою сторону тянет, тот, который выше, да, тот, который, ну, поднимает выше свою руку, больше, скажем так, тяжести. Если женщина, вы будете перетягивать вот эту сумку в свою сторону, будете все время стараться брать больше-больше на себя ответственности, то, понятное дело, тяжесть будет больше ложиться на вас. В конечном итоге мужчина может привыкнуть к такому положению вещей, да, и потом будет спокойно вам отдавать все бразды правления и говорить, у тебя лучше получится, ты можешь, а у меня не получается. Продолжение следует...